Всем привет, друзья! Я, короче, только проснулся, сейчас придёт Санёк, и мы поедем, знаете куда? Покупать машину. О, здорово, Санёк! Как жизнь? Я, короче, до трёх часов не спал, вообще. Я тоже с тобой, я, блин, в три утра пришёл только с гулянкой. Это вообще жопа была, ребята. Короче, когда вы собираетесь что-то делать серьёзное, вы не будете просто спать полночи. Я валялся, такой, блин, жарко становилось, жарко становилось, холодно становилось, без одеяла, даже с одеялом, три часа такой. Я в пеномле только с девяносто ночью. Да, я это видел. Ты в голову теперь на энергетиках фигарим. Вот, и, короче, ребят, посмотрим, что за тачка будет. Думаю, она будет хорошая. Точнее, я надеюсь. Мы пока не в курсе, на самом деле, но надеюсь, мы уже назад примем. А мы поехали, всё. Бэм. Сейчас мы поймем. Circle K? Circle K? Circle K? Circle K? Circle K изготовил? Короче, пацаны, я же не знаю, снимает камера или не снимает. Короче, идём, мы ищем этого мужика. По-эстонски не шарим ни хрена, поэтому, может быть, сейчас купим. Может, нет. Я стоять серый порт. Он всё равно не пойдёт. Плохо, когда и русский не знаешь хорошо, и эстонский, да? Говорить сложно. Я плохо говорю. Ну, вот я тоже по-эстонски плох. Потому что в Нарвине используется. Я русский. У меня есть русская фамилия. У меня есть русский папа. А у меня папы сейчас нету. У меня есть папа. Вот это я не русский говорю. Нет тамSaаWill. Мне еще и две песни. Ой. Да, да. Достаточно ADHD applying. Да,ack, извините. Да. У меня не понимаете. Ног чüler и не понимаете. Есть разные расскажи, что они перечислим. Да, catchy. Нет PATR. Да, какие-тоара слышал. Они superiority зацами привыкан mashedам. Не знаю, что они не춰л Shask. угадайте что сейчас случилось артурик пошел делать страховку мы только что купили машину купили мы audi аши ну точнее как купили мы купил артурик себе машину просто я поехал с ним чтобы он не переживал чтобы мы все посмотрели проехались протестили потому что одному это достаточно сложно и вот такая машина я стою жду когда он выйдет из шведбанка и все тогда мы уже поедем домой нам три часа где-то ехать до дома мы сюда приехали на автобусе очень долго смотрели машину потом очень долго делали ее перерегистрацию как бы оформляли все документы и все теперь ребят мы уже поедем домой а сейчас сейчас он где-то здесь покажет вам всем привет друзья короче у меня влог получится так из многих дней все по чуть-чуть снимаю каждый день сейчас вот едем на машине в ивангород это россия короче вашу страну едем за бензином у вас гораздо дешевле бензин там в два раза примерно получается у нас евро 20 а у вас 60 центов поэтому мы бедные люди ездил в ивангород и вот короче очереди огромные будут и сейчас мы вас снимем ответы на вопросы но не сейчас немножко попозже сейчас возьмем короче пропускной будем стоять в очереди и поснимаем ответы на вопрос который вы написали в инстаграмчике кстати подписывайтесь на него короче что мы можем сказать мы можем сказать что мы стоим на границе и там полный мост полный мост карл это стоять часа два наверное только туда и часа три наверно 4 обратно а что нам делать ребят пока мы снимаем контент мы еще разговариваем в прямом эфире с вами и я сейчас пойду подсниму контент на мосту стоим очень много народу надо поснять ой сколько народу господи бог как много вот такие вот дела у нас тут и куча машин короче это жесть как же мы блин тут долго на мосту стоим короче века до сих пор говорит вон с моими братюнями с вами более блин блоге блогер мы короче стоим уже минут 40 на мосту да и это это жесть просто и нам еще три инстанции на российской границе проехать надо это просто катастрофа но все друзья приехали мы короче на заправку стояли наверно часа два с половиной уже пол одиннадцатого вечера на заправочке сейчас заправимся будет полный бак бензинчика у вас дешевый бенз поэтому сюда все эстонцы и ездят потому что в два раза дешевле эта часть о том как артур заливает бензин на заправке на эстер короче сейчас будем бомбить целый бак потом еще канистра у меня есть и будет все четко типа да короче ребят вы же не знаете как бензин заливается это вам обучалочка чё теперь идем в пятерочку купим дешевые еды набрал тут всяких сухарей тут гораздо дешевле гречка пшено и так далее мне тут на заказывали еще люди поэтому кучу всего набрал еще посмотрим поскольку выйдет все короче друзья приехал я домой не смогли мы снять ответы на вопросы на стоянке пока там стояли очень быстро проехали на самом деле обратно поэтому я сниму сейчас дома ответы на вопросы не запаривайте все будет поехали итак друзья начинаем первый вопрос привет артур расскажи свой распорядок дня во сколько встаешь ложишься во сколько стараешься да это все делать я на самом деле встаю и ложусь вообще в разное время например вот сейчас пол первого уже ночи встаю я иногда в одиннадцать двенадцать когда нужно там на работу либо куда-то там по делам каким-то бывает 8 и так далее то есть у меня не нормированный график я сплю конечно много больше восьми часов и это самое главное арчи если в 17 лет худой значит тектоморф нет брат это ничего вообще не значит возможно тебя не кормят как нашел первую мотивацию для занятий спортом на самом деле это было очень очень давно лет десять назад уже даже побольше честно говоря не вспомню но скорее всего в школе был слабеньким хиленьким тоненьким но так все и начинается в принципе захотел стать большим накаченным и сильным и в принципе происходит ты занимался один или с кем-то но когда я начинал я занимался один я же начинал с дома дома занимался потом пошел на улице заниматься стараюсь один потому что когда с кем-то занимаешься они отвлекают лучше занимайтесь одни ребят расскажи как ты начинал качаться с самого начала ну что ж в 14 лет я начал качаться занимался дома года три наверное отжимания подтягивания на трубе и просто пресс делал это все делал я в период рекламы по телевизору постоянно как реклама была я либо отжимался либо подтягивался там либо пресс делал и так далее потом спустя три года я пошел уже на турнички брусья занимался там и уже потом пошел в зал после этого и теперь совмещаю летом хожу на турники брусья а зимой хожу в зал можно ли определить тип телосложения в 15-16 лет довольно сложно потому что подростков еще не сложившееся тело и определять его лучше лет в 18-19-20 вот так вот расскажи о негативных подтягиваниях помогают ли они улучшить обычные подтягивания да брат если ты например плохо подтягиваешься там может один-два раза то сначала делаешь на делаешь сначала например на максимум 1 2 раза сколько можешь да по силам и потом уже делаешь негативные подтягивания да они помогают сто процентов в каком возрасте мышечная масса набирается лучше всего на самом деле она набирается всегда нормально хоть тебе там 14 лет хоть 25 если ты будешь прикладывать усилия она будет набираться но если ты конечно не к там орф тогда тебе придется прикладывать усилий раз в 10 больше, чем другим. Твоя любимая книга? Такое дело, что я не из тех людей, которые любят читать. Я слишком гиперактивный человек, и для меня просто вот сидеть на одном месте, перелистывать картиночки, либо там страницы, это очень сложно, потому что мне надо что-то постоянно делать. Я всегда, когда в школе учился, я не читал книги. Ну и читал, конечно, иногда, когда не было фильмов, например, а так в основном я смотрел фильмы, там, ту же «Войну и мир» я посмотрел фильм, там Раскольникова тоже смотрел фильм и так далее. Я не люблю читать, честно. Единственная книга, которую я очень много раз прочитал, это «Библия», потому что там реально можно много интересного найти, всякие исторические факты, всякие факты для жизни вообще, как действовать и так далее. Очень много всяких правил для жизни, да? То есть я прочитал «Библию» раз в 8, 100% за свою жизнь, и вам советую. Сколько набрал массы за последний год? Братан, ну я где-то набрал примерно килограмм 6-7, то есть примерно 6 килограмм. Что такое стероиды и синтол? Чем они отличаются? На самом деле ты мог загуглить это в гугле спокойно. Синтол – это штука, масло, которое вводят в мышцы, и это масло распирает мышцы просто изнутри, да, как утерешь на этого, они огромные банки становятся. Астероид – это химический препарат, который тоже колется, либо пьется таблетками, и от него просто раздувают мышцы, когда ты качаешься. Гораздо быстрее восстановление идет и так далее. Посмотри в гугле, если интересно. «Артур, есть ли у тебя девушка?» Девушки нет, потому что девушки мешают твоему прогрессу. Когда у тебя появляется девушка, ты начинаешь меньше внимания уделять своей жизни, меньше развиваться, и это вообще становится плохо. То есть девушка нужна тогда, когда у тебя уже все есть, у тебя есть свое дело, ты хорошо зарабатываешь, у тебя есть работа, у тебя есть машина, дом, вот тогда нужна девушка. Здорово, какие планы на будущее? В будущем, как в будущем, уже в ближайшем будущем, через может недельку, через две мы запустим сайт с программами тренировок питания. Мы его уже делаем с января, на самом деле. Я там писал программы, проверял их. Это очень-очень длинное время прошло, и сейчас вот дизайнер делает сайт уже полгода, короче. Это вообще жесть, конечно. Но скоро запустим, я надеюсь. Также в будущем есть желание открыть свой бренд одежды. Будет прикольная одежда, спортивная и обычная, классическая. Будет стильная одежда, все, как я люблю. Сейчас завис на 17 подтягиваниях, но хочу увеличить количество. У меня уже месяц, не получается выйти на новый уровень. На турнике занимаюсь два раза в день, добиваю мышцы на максимум, но результатов нет. Помоги советам. На самом деле, если ты качаешься каждый день и по два раза, то это вообще жесть. Твои мышцы не успевают восстанавливаться. Если ты хочешь прогресс, чтобы больше увеличивались свои повторения, то тебе обязательно нужно восстанавливать свои мышцы и тренироваться два-три раза в неделю, если ты хочешь увеличить свои повторения. От этого масса, конечно, не вырастет, но повторения ты увеличишь. Два раза тренируешься, тренируешься на максимум, один раз в день хватит. То есть не надо два раза в день. Два раза в неделю, один раз в день. Если тренировать выносливость каждый день, навредит ли это или будет положительный результат? Смотря что ты делаешь, если бегаешь каждый день, то это нормально, бегать нормально. Если ты отжимаешься каждый день, это не очень хорошо, потому что, опять же, мышцы не восстанавливаются, идет наоборот регресс, а не прогресс. Мышцы не восстанавливаются, это значит, что они не растут. Короче, занимайтесь два-три раза в неделю, если вы эктоморф особенно, и будет все отлично. Арчи, привет, ты вакуум живота делаешь? Нет, братан, не делаю вакуум, потому что он бесполезен лично для меня. Зачем мне делать вакуум, если у меня и так жира нету и живот плоский? В чем польза планки? Планка укрепляет мышцы всего хора. Расскажи о своей тачке. Я ее уже показал, Audi A6. Довольно хорошая тачка. Есть, конечно, несколько проблем, потому что я ее взял не особо дорого. То есть проблемки есть, там, например, стекло не открывается одно, но это ерунда, конечно. Что там еще? Например, этот блокиратор стекол не работает. То есть другие люди, которые сидят, пассажиры, они не смогут стекло открывать. Только если я нажму вот на этот блокиратор и буду удерживать его, тогда откроется. Вот. А так, прикольная тачка, топит мощность, 110 кВт, 1,8 двигатель. Хорошей тачке, я доволен. Что лучше для эктоморфа? Маленькие веса с многоповторкой или большие веса на 4-5 повторов? Для эктоморфа лучше всего большие веса от 6 до 12 повторений. Тогда это будет на гипертрофии, и ваши мышцы будут расти. А протеин – это не запрещенный продукт для спортсменов или можно и нужно его есть? Брат, я не знаю, конечно, откуда ты взял, что протеин может быть запрещенным. Протеин – это белок. То, что переводится с английского, это белок. Белок есть везде. В яйцах, в курице. Если ты не будешь это есть, ты просто умрешь. Артур, сейчас наступает зима. До этого занималась на улице стадион, турник бросил автополу, т.д. Как думаешь, стоит на зиму пойти в зал? Конечно, братан, стоит. И если ты вот хочешь делать 3 раза в неделю на выносливость один, да, и 2 остальных на силовые, это вполне нормально. Но смотря какие у тебя цели. Если ты, конечно, хочешь накачаться, набрать мышечную массу, то делай 3 раза в неделю только на силу, да, то есть от 6 до 12 повторений бомбишь, там, упражнения, базу и так далее. Если ты просто хочешь, как бы, общую физическую подготовку себе сделать, тогда делай силовые и на кардио делай. Арчи, у меня вопрос. Я начал свой канал на Ютубе, из чего нужно начинать, чтобы видео нравились аудитории? Скажи, как ты начинал? Я начинал вообще, на самом деле, не спортивные темы. Я начинал с пародии. Они настолько были убогие, что это жесть. Я там Егора Крида пародировал, причем, что я петь вообще не умею. Я пытался петь. И смешные тексты сам придумывал, но это не особо заходило. Все хейтили, там, плохие комментарии были, дизлайков много и так далее. Вот, если ты хочешь, чтобы твои видео нравились аудитории, нужно обязательно быть профессионалом в той сфере, которую ты хочешь продвигать. То есть, если у тебя фитнес, то ты должен, не знаю, большой стаж иметь в фитнесе, очень много знать, прочитать много литературы и так далее. Если ты хочешь в футболе что-то там, какое-то видео снимать, продвигать футбольную тему, тогда тебе нужно быть профессиональным футболистом, либо хотя бы, минимум, там, иметь большой стаж, да? То есть, тебе нужно знать свое дело, и тогда люди будут к тебе тянуться, потому что они увидят, что ты, как бы, осведомлен в этой теме, и они будут, как бы, смотреть твой видос. Играешь в компьютерные игры? Если да, то какие? Нет, братан, не играю. На самом деле и вам всем не советую играть в игры, потому что это реально зло, это отвлекает просто от ваших дел, от развития. Вы деградируете, тупеете, ваш мозг просто в днище уходит. Короче, ребят, удаляйте прямо сейчас все игры с компа, начинайте чем-то заниматься, заводите вон каналы на ютубе, бомбите там видосики какие-нибудь, не знаю, хотя бы пранки, что угодно. Это хотя бы пойдет на пользу, вы будете развиваться как в бизнес-плане, так и морально, духовно, физически, не знаю, во всех планах будете развиваться, потому что это все приучает вас работать, развиваться, делать какие-то новые шаги в жизни и так далее. А игры, они ничего не делают, они просто затупляют ваш мозг. На какие треники ходил, будучи школьником? Я всю жизнь играл в футбол, потом получил травму колена, 4 даже травмы и перестал играть, потому что колено всегда вылетало. Как думаешь, химик ли Игорь Войтенко? Не знаю, я не думаю, у него форма не такая хорошая, чтобы называть его химиком. Я 15-летний школьник, который занимается спортом 1 год, 2 месяца, у меня отличный прогресс, я за год набрал 10 кг мышечной массы, мне легко на сушке, это хорошая генетика или все-таки упорный труд. Если можно, дайте парочку советов, которые мне помогут в будущем. Если ты набрал 10 кг мышечной массы за год и 2 месяца, это значит, что у новичков хорошо растет мышечная масса. Если ты эктоморф, если мезоморф, эндоморф, у тебя по-любому в начале твоего пути вот этого, да, бодибилдерского, у тебя будет по-любому расти мышечная масса, потому что твой организм получает стресс и, естественно, мышцы будут больше откликаться на новую нагрузку, которую ты ему делаешь, да, то есть там штанги, гантели, отжимания, подтягивания, мышцы просто в шоке, такие бам-бам, что происходит, и они начинают расти. До этого вы этого не делали? И у всех, короче, потом постепенно этот прогресс уже затухает и уже не такой явный будет, и ты будешь набирать совсем-совсем по чуть-чуть, особенно если ты эктоморф. Мне 15, сам эктоморф чистый, сейчас уже есть прогресс, но масса очень трудно набирается, месяц 2 килограмма, что скажешь, стоит баловаться химией или продолжать до конца натурально? Братан, тебе 15 лет, какая химия, ты о чем говоришь вообще? Я химией бы не советовал пользоваться вообще и в 20, и в 25, и в 40, и в 100 лет не пользоваться, потому что это садит и сердце, и печень, и почки, короче, все органы, которые у вас есть, они будут посажены от химии, потому что химия – это жесть, она убивает людей, можно так сказать, это 100%. Но выбор каждого человека очевиден, если хочешь, делай, я никого не отговариваю, мне без разницы, я свою точку зрения высказал, тут ты сам решаешь. Если ты выбираешь химию, если ты не хочешь долго качаться, то, пожалуйста, это твое дело, ты выбираешь, твоя жизнь за тебя никто решать не будет. Но факты есть факты, химия – это ужасная вещь, и она портит людей не только на мозг, но и также физически портит. И последний вопрос, сколько сантиметров твоя битка? Моя битка 38-39 сантиметров, давно на самом деле не мерил, вот такая вот у меня битка, ну где-то, я думаю, 38, так как она сухая, она выглядит очень большой, так что, ребят, если вы эктоморф, не сдавайтесь, бомбите. Сухие мышцы очень хорошо выглядят, они делают форму как раз, и вы будете выглядеть больше даже, например, с 70 кг, будете выглядеть больше, чем человек 75-80, потому что у вас объемные мышцы такие, да, рельефные, а человек, который 80 кг весит, он просто будет большой, не больше, а вы будете красиво эстетично тоже большим выглядеть. А так, друзья, спасибо большое за внимание, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца, я надеюсь, вы посмотрели до конца. Подпишитесь на мой инстаграм, потому что там происходит очень много интересных вещей, вопросы, ответы и так далее. Мой инстаграмчик Archo Moris, тут много интересных фоточек, постоянно стараюсь истории всякие записывать и так далее. Подписывайтесь также на канал, ставьте лайк этому видео, покажите друзьям и увидимся в следующем выпуске. Пока!